Приветствую вас. Вы знаете, у меня возникло такое ощущение, что вы написали сюда с целью пожаловаться. Я понимаю, что вы задаете вопрос, я понимаю, что вы задаете платный вопрос, я понимаю, что вас эта тема реально беспокоит, но по сути весь ваш вопрос это жалоба. Одна большая жалоба на свекровь, которая, ну да, не идеальная, которая, ну да, она ведет себя очень негативно, да, она ведет себя деструктивно, но ей, сколько вы говорите, за 55, им за 55, вот. Менять свекровь у вас не получится, мать тебя. Лучше она не станет. Поведение по-другому ее не будет, то есть, ну, поведение меняться ее не будет по отношению к вам, вот. Я думаю, что разрешением ситуации, да, это я пока вот не отвечаю на ваши вопросы, да, я сейчас ваш текст еще буду разбирать. Разрешением ситуации будет для вас использование всех ресурсов для того, чтобы облегчить жизнь, облегчить проживание с ней, для себя, ребенка и все. То есть, муж, он сам, пусть вообще во всей этой ситуации разбирается, я вам еще про мужа обязательно расскажу, вот, когда мы пройдем к мужу. Вот. То есть, тут вот только такая история, и только так можно, в принципе, вам здесь поступать, да, вот. Что это будет, да, то есть, что это будет? Будет ли это переезд обязательный от свекрови, либо это будет вообще нейтралитет, да, то есть, допустим, допустим, она, там, например, например, в своей квартире, да, вот, и в своей комнате, вы в своей комнате, вы ее не трогаете, она вас не трогает, вот, и все, да, то есть, что это будет? Это решать, вот, исключительно вам. Этот момент решать исключительно нужно вам. Вот. Ну, я думаю, что, как-то, вот, идти на конфронтацию, да, и как-то перекладывать ответственность на нее, ну, то есть, вот, именно на свекровь, на вашу, вот, ну, мне кажется, что это прямой путь, вообще, в никуда, потому что, ну, потому что вы ничего не добьетесь с этим, просто-напросто, вот, ничего вы этим не добьетесь. Ну, потреплите вы себе нервы, да, вот, хорошо, потреплите себе нервы, вот, ну, а свекровь, она, как вела себя, она, в принципе, так себя вести и будет, то есть, ей, 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 что-то менять, да, зачем, для чего ей что-то менять, не надо, вот, то есть, вы подумайте, вот, подумайте об этом, что не устраивает, эта ситуация вас не устраивает, а, момент, не ее, вот, и если вам что-то не нравится, то вам и нужно, соответственно, что-то делать, и все. Ну, вот, тут еще отдельный вопрос стоит о квартире, да, то есть, принадлежность квартиры, то есть, вся квартира, и так далее, и... кто обладает большими правами на квартиру, да, то есть, понятно, что вы платите треть, но треть, это, во-первых, меньше, да, чем платят они, во-вторых, как бы, если вы не пришли, если вы выбрали их квартиру в качестве проживания, то, соответственно, вы согласились и на все условия, которые они вам предлагают, вот, то есть, я понимаю, что, я понимаю, что вам, возможно, неприятно это, вот, слышать, да, я понимаю, что вам, ну, возможно, вы хотели бы совсем другого ответа, я даю себе в этом отсчет, прекрасно, вот, но мне, опять же, кажется, что если вы получите, как бы, какое-то вот реальное представление о том, что происходит, да, то вам, ну, вам самой будет лучше на самом деле, вот, поэтому здесь, вот, в общем и целом, история такая, то есть, ситуация, она складывается, складывается так, что свекровь, она не изменится, свекровь, она не поменяется, свекровь, она, вот, какой была, она такой и будет, вот. Ваши эмоции, ваши чувства, это история совсем другая, это история не про свекровь, вообще, это история про вас, вот. Как эта история связана с вами, ну, давайте вот мы сейчас с вами это посмотрим, разберем и, возможно, я надеюсь, найдем какое-то решение этой ситуации, чтобы оно устроило вас и вашего ребенка обязательно, потому что ребенок это очень важно, да, ребенок это едва ли не самое важное сейчас. Итак, я живу за границей, учусь, мы учим меня испанец, говорим с ним на английском. То есть, смотрите, ну, здесь сразу, Александр, да, то, что вы, значит, переехали за границу. Вот, вы переехали за границу. Это хорошо. То есть, я, я, ну, как бы, не буду высказывать какого-то отношения к кому-то вы переехали за границу. Переехали за границу, супер, здорово. Вот. А вопрос в другом. Вы переехали куда? Да. Вы переехали, эээ, условно говоря, к кому? Понимаете? То есть, если вы переехали одна и одна жили за границей, это одно. Ну, если вы одна переехали, эээ, переехали, если вы переехали к кому-то, да, то есть, ну, просто вот, к, эээ, к кому-то, к кому-то вы переехали. Например, к мужу вашему. Вот. Это совсем другое. Согласитесь. И тут уже у вас, как бы, получается, такая гостевая, гостевая позиция, гостевая роль. Ну, вот. Но! Я хочу, чтобы вы для себя этот момент, эээ, как бы, определили. Что переехали вы куда? К кому? На каких условиях? Вот. Далее, история с мужем. Эээ, тоже очень интересная. История с мужем. Как у вас с ним складывались отношения? Эээ, какую историю они имеют эти отношения? Эээ, обговаривали вы с ним, эээ, свое совместное проживание? То есть, я имею ввиду, говорили вы с ним о том, как будете, ну, жить, как будете взаимодействовать, как будет устроен ваш быт, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете? У меня такое ощущение складывается, что вы вообще этому, ну, как бы, этому внимания не удивите. Да? Вот. Вот. То есть, вы поймите правильно, я вас не обвиняю опять. Сейчас. У меня нет цели вас обвинить. Вот. У меня есть, эээ, цель, да, вам помочь. Но для этого нужна информация, информация. Как, как, для этого нужна цельная картина. Вот. То, что вы рассказали, то, что вы написали, это не цельная картина, это, скорее, ээээ, всплеск эмоций, я понимаю. Но, чтобы что-то рекомендовать, нужно разбираться. Вот. А разбор, это процесс, к сожалению, ну, он такой, он не быстрый, да? То есть, это процесс, эээ, такой, достаточно, эээ, серьезный процесс. Вот. Поэтому мужик. Как вы с ним познакомились, что вас объединяет, эээ, с мужем, да? Вот. Как вы планируете свою жизнь, как вообще допустились, что живете вы, эээ, там, не одни, да? А, с, эээ, с, эээ, вот, эээ, с, ну, с кем-то еще, да? С родными, с родными. Вот. Дальше. Говорим с ним на английском, но в силу обстоятельств выносим жить со свекровью, чтобы у нее и у нас была возможность жить в трехкомнатной квартире. Ну, во-первых, эээ, не совсем понятно, в каких обстоятельств, эээ, в силу каких обстоятельств это у вас произошло, да? А, во-вторых, если честно, эээ, странное, странное какое-то обоснование у вас. То есть мы живем все вместе для того, чтобы была возможность жить в трехкомнатной квартире. Вы простите, может быть, я вас неправильно понял, может быть, вы как-то не совсем, эээ, ну, не совсем верно высказали свою мысль. Вот. Но смысл жить в трехкомнатной квартире, если вы живете не в этой, ну, не в квартире, да? Вот. То есть вы живете, по сути, не в трехкомнатной квартире, а в тех комнатах, которые доступны вам. Вот. Вот. То есть мне непонятно, непонятен здесь мотив, мотив. Эээ, он сомнительный. Что вы выигрываете? У нас была бы однокомнатная квартира, но вы жили бы там, эээ, чисто с, эээ, мужем, эээ, только и все. Это было бы для вас лучше, разве нет? Вот. А также не совсем, эээ, понятно, то, ну, вот, такое ощущение у меня возникло, что вы беспокоитесь о свекрови. То есть вы говорите, что вот, чтобы у нее была возможность, эээ, жить в трехкомнатной квартире. То есть как будто вы делаете это для нее. Вот. Что как бы тоже вызывает, эээ, вопрос, почему вы делаете это для, ээээ, значит, своей свекрови и вообще, как вы к этому пришли, да, к тому, чтобы делать такие вещи для свекрови. То есть почему вы заботитесь о ней? Зачем вы это делаете? Вот. Понятно, да? О чем идет речь. Дальше. Эээ, так, до этого она жила с подругой и сестрой, сейчас подруга съехала, поэтому мы платим треть. Остальное, эээ, мама, мужа и ее сестра. Опять же, не совсем понятно, эээ, вы, эээ, всегда, ну, то есть как бы вы жили и с подругой, сестрой и свекровью, или вы жили только с, эээ, свекровью и ее сестрой и переехали только когда уехала, эээ, подруга. Потому что не очень здесь этот момент, эээ, понятен тоже. Но, однозначно, я могу сказать, эээ, что вы это все описываете, да, но мне неясна цель, для чего вы это описываете. То есть, чего вы, эээ, ну, что вы хотите, эээ, вот, ну, по факту, что вы хотите от, допустим, нас. Именно здесь, в этой истории, в этой ситуации. Дальше. Продукты мы всегда покупаем, а должно быть по-другому. Они две взрослых работающих тетки, никогда, максимум это соки и хлеб. Обе получают в совокупности полтора раза больше, чем он уж, я не работаю. Ну, а какой у них, эээ, должен быть мотив, по вашему мнению, эээ, покупать, эээ, продукты? То есть, вот, эээ, ну, серьезно, зачем, зачем им покупать продукт? Чтобы что, как бы, ну, для чего это нужно, вот, для чего бы им, эээ, покупать продукты? Для этого ведь нужна, ну, какая-то цель, да, для этого нужен какой-то мотив, эээ, чтобы покупать продукты. А если, если мотива никакого нет, то с чего им это делать? Или вы считаете, что они должны, они же как-то жили до того, как вы, эээ, ну, приехали, эээ, к, эээ, ну, переехали, скажем так. Вот, они же как-то жили до этого, вот. Я так полагаю, что жили, в целом, ну, неплохо, наверное, раз вы, выживали, ну, то есть, жили, жили неплохо, короче говоря. Вот. То есть, здесь непонятно ваши ожидания. Вот. Дальше, они зарабатывают полтора раза больше, чем мой муж. И что? Я не работаю. И вы не работаете, потому что у вас ребенок. Опять, опять же, как у вас к этому отношения, да? Нам по двадцать три, двадцать пять, им за пятьдесят пять. Гровь очень недалекая женщина. Вот мужчина, вот вы пишете, что она недалекая, да? А, по факту, вы ее оскорбляете. Сейчас. Называя ее недалекой. То есть, вы ее, условно говоря, эээ, принижаете. Вот. Тем, что он называет ее недалекой. Почему? Ну, она вот такая. Но, просто на секундочку, да, что она мама вашего мужа, и что, если бы не она, да, вашего мужа как бы не было, а вы, по идее, любите своего мужа, и у вас еще ребенок от него. То есть, какая бы недалекая эта женщина ни была, но она воспитала вашего мужа. Вот. Знаете? Так стоит ли ее так называть? Может быть, ээээ, вместо этого подумать, чем она вас раздражает? так сильно. И за раздражение взять ответственность на себя, вам. Так, приведу пример. Хотел кормить нашу месячную дочь, начать в 3 месяца фруктами. Ну и что? Ну, ну, хотела, и что? Ну, сказали, что нет, и всё, в чём проблема. Хотел смазать соску мёдом, считаю, что ребёнок не может обойтись без рук. Я не очень понимаю, что значит не может обойтись без рук. Вот. Отдаю себе отсчёт в том, что идея смазать соску мёдом плохая, я отдаю себе в этом отсчёт прекрасно, но как бы с другой стороны. Но она хочет что-то сделать, да, она хочет как-то себя проявить. Она хочет, ну, не знаю, быть полезной, например, там, или может быть что-то ещё. Вот. То есть, ей просто нужно установить границы, чтобы она эти границы не пересекала, вот, и всё, по сути. Знаете, другое дело, что если вы не можете этого сделать, да, если вы не можете обозначить личные границы, это уже вопрос, но это вопрос не к ней, не к ней, это вопрос скорее к вам. Знаете, какая история. А пап, ну она бабочка, она хочет делать для своего, грубо говоря, внука то, что она хочет делать, и всё. Вот. Может быть, это нормально для них, как бы вот для их, ну, для их семей, да. Может быть, это нормально, может быть, нормально такое вот поведение, мы же этого, опять же, не знаем, да. Ну, по крайней мере, я не знаю этого точно, и у меня вопрос к вам, а вы знаете. Знаете? Вот. То есть, прежде чем, как бы, ну, критиковать, да, называть недалёко, стоит подумать, так, а вот она всегда такой была, и чего вы ожидали-то от неё, как бы. Ну, вот. Другое дело, что, может быть, вы просто не удовлетворены своей текущей жизнью, может быть, вам тяжело даётся роды, или, может быть, у вас после родов, там, проблемы какие-то появились, может быть, потому что здесь, ну да, это неприятно, но это, опять же, говорит о том, что вы не устанавливаете личные границы между ней и собой. Вот. Чётко. Чётко. Спокойно, чётко, настойчиво, с улыбкой. Знаете? Вот. Дальше. Вы говорите, ночью, если и помогает сейчас, то почти всегда будет из-за ЧП, ребёнка рвёт, потому что не держит столбиком, не очень понятно, опять же, что вы иметь в виду. Я понимаю, что это, наверное, что-то связано с либо кормлением, либо туалетом, но тут вы не пишете для людей, которые не знакомы с терминологией, скажем так, либо обливают всю её из бутылочки молоком. Александра, а скажите, вот зачем бабушке, да, обливать ребёнка своим молоком, вот что ей это даёт, или что ей это дало бы? То есть вы говорите так, что она, типа, делает это специально. Вот. Но что ей это дало бы, что она вот обливает ребёнка молоком, то есть зачем она бы это делала, для чего ей это? Знаете, какая история? То есть здесь вот у меня к вам вопрос. Я понимаю, что она, там, делает какие-то вещи, я понимаю, что она делает какие-то вещи неприятные, я даю себе в этом отсчёт, отсчёт, прекрасно. Ну вот. Это так. Окей. Это так. Но. Опять же. Если она ведёт себя так, то просто не нужно ей позволять ей это делать. Всё. Почему вы, ну, привлекаете её к помощи вам с ребёнком, например. То есть такое ощущение, что вы, зная, какая она, да, вы, зная, какая она, вы, как бы, сами провоцируете её на подобное поведение. Вот. И тут вопрос, опять же я повторю, да, тут вопрос, он, скорее, к вам, ну, не может человек справляться с уходом за ребёнком, допустим. Ну, не может, ну, бывает. Ну, бывает. Бывает такое. Ну, и всё, не может справляться, справляться, справляться с уходом за ребёнком. Просто не даёте ей это и всё. А вы, как будто бы, вот знаете, снова и снова, да, продолжаете, как бы, надеяться на что-то, ожидая, что она, не знаю, что она будет вести себя, может быть, по-другому или что-то ещё. Но, правда в том, что она не будет, она не может вести себя по-другому. А вы такое впечатление, что от неё чего-то ждёте. Так, стресс для ребёнка, порча молока, все трое не спят. Ну, это, знаете, вот, есть в психологии, да, есть такая игра, в психологической теории есть такая игра, она называется, называется она «Сырь за тебя». Вот вы просто нашли, как бы, виноватого, да, в, ну, скажем так, вот, в проблемах, да, вот просто нашли, нашли, как бы, виноватого человека в проблемах. Вот, но по факту, по факту, что она не сделала такого, чего от неё нельзя было ожидать, что она сделала такого, точнее, чего от неё нельзя было ожидать, знаете, в чём-в 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 чём дело. Вот, вот это то, что меня, наверное, больше всего интересует в этой ситуации, потому что, как бы, в остальном, в принципе, всё в целом понятно. Вот, дальше, когда я родила, после Кесарова не могла ходить нормально, она мне ночами не помогала, днями не готовила ни разу, ела что попало, воды никогда не покупала, только если мышь забудет, я попрощу хат, их пьёт сама. Ну, здесь, опять же, да, вы на неё, эээ, шалуетесь, вот. Как, как будто бы, понимаете, вот. То есть, это... это жалоба, вот, просто жалоба. И мне кажется, что в данном случае, жалобы, они опять же, да, ни к чему не приведут. Вот, ну да, ну она вела себя так, а как бы были ожидания, что она будет вести себя как-то по-другому, или что? Понимаете, вот основная проблема, вы такое впечатление, да, что ждёте от неё какого-то другого поведения, иного поведения. А почему, чем это продиктовано? Вы постарайтесь понять, что со своим мужем, вот именно со своим мужем, да, вы отдельная семья. Именно вот со своим мужем вы составляете как бы отдельную ячейку общества, вот. То, что вы живёте с свекровью, да, это не означает, что она будет вам помогать. Знаете, в том дело. Вот, а мне кажется, что вы, вот, как будто бы это упускаете из виду, да, и как будто бы у вас вот к ней есть такие, ну, претензии. Ага, такие постоянные претензии, вот, значит, страна вот такая-сякая ведёт себя вот так, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, понимаете. Мне кажется, что вы со своим мужем здесь, возможно, не до конца сформировались как семья. Может быть, что вы рассчитываете на помощь других людей, вот, понимаете. То есть, опять же, да, если она не помогает, если вам тяжело, да, то, соответственно, что делаете? Там, нанимаете, допустим, что делаете, да, или там, просите кого-то, или что-то ещё. Вот. То есть, тут как бы так это работает. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что у вас было кесаревое стечение, что вы, значит, ну, что вы испытали очень тяжёлое состояние и так далее. Я понимаю. Я понимаю вас. Но и вам нужно понять тоже, что у вас обиды на свекровь только потому, что вы чего-то от неё ждёте, ждёте от неё явно того, чего отдать она вам не может. Вот. Не потому что вы какая-то не такая, да, и не потому что она какая-то не такая, а просто потому что вы, вот, ну, вы люди такие, вы разные люди. Вот. Понимаете? И всё. Дальше. Так. Улыбается мне натянута, меня не любит, а должна любить, должна улыбаться по-другому. Хотя говорит, что я ей как дочь. Ну, вы знаете, может быть, вы хотите, чтобы вы были ей как дочь. Может быть, вы склонны верить людям. Вот. Ну, то есть, просто вот вы склонны верить людям. Вы склонны принимать их слова, допустим, за чистую монету, например. И поэтому у вас такая реакция возникает. Вот. Может быть, есть что-то ещё, но почему вы верите, например, вот в своей сверховье, да, верите ей, допустим, вот так безоговорочно. То есть, если сказала, что я для неё как дочь, то всё, я должна быть для неё как дочь. Вот. Ну, это же просто слова и, может быть, она считает себя обязанной, там, своему сыну или что-то ещё. Вот. Вы живёте с своим мужем, вы не живёте с свекровью, понимаете, какая история. Вот. Вот. То есть, это вот такой момент. Дальше. Первое, я пыталась наладить отношения, чем час уже не хочу. Вот. Наверное, вы хотели написать, что сейчас уже не хотите. А как вы пытались наладить отношения? Почему вы не хотите, ну, не хотите сейчас? В чём вы считаете виноватой, вот, свекровь? Ну, конкретно, вот в чём вы считаете она виновата? Вот. И насколько это вообще обусловлено? Ну, вот. И самое главное, что вы делать-то будете дальше с этим, то есть, свекровь, свекровь, она не поменяется, да? Вот. Это, я надеюсь, понятно. То есть, от того, что вы переживаете, вы вредите только себе самую. Вот. Вот. Вот своей, ну, своим поведением, своей реакцией вы вредите себе и ребёнку. Вот. По сути дела. Поэтому и вопрос к вам. Не знаю, как вести себя. Вести себя нужно максимально вежливо, вот, максимально нейтрально, максимально позитивно. Вот. Но при этом не позволяет ей ничего делать с ребёнком. Вот. Понимаете? То есть, просто не позволяет ей ничего делать с этим ребёнком. Не надеяться на неё, не полагаться на неё. Вот. Принять решение с мужем справляться, значит, только своими силами. Вот. И всё. Это единственное, что вы можете сделать. По факту. Вот. По факту, это единственное, что вы можете сделать. Больше вы не можете сделать ничего. Вот. Молчать в наглую. Нет. Это позиция конфронтации. Вести себя открыто или скрывать свои недовольства и неприятности. Но, опять же, недовольство и неприятность можно проявлять только когда, опять же, недовольство и неприятность. А неприязнь проявлять к людям, да, вот, вы не неприятны, как бы, но у меня антибиотия к вам. Эта позиция, она деструктивна, опять же, потому что за ней ничего нет. И вы просто проявляете негатив к человеку, но ничем его не можете подкрепить. То есть вы мне просто неприятны, но ведь это не проблема человека, если он вам неприятен, да. Вот. А недовольство, то есть обоснованное неудовлетворение поведением, проявить можно, но только когда это несёт негатив вам. Откровенный негатив вам. Понимаете? Вот. И несёт негатив в том, что вы сами могли бы справиться. А? То есть, если вы, например, её попросили что-то сделать, и она сделала это. Вот. То здесь, как бы, высказывать недовольство, ну, наверное, не стоит. Потому что вы знали, кого просите, и ожидать от 55-летнего человека, да, что он будет выполнять или делать что-то так, как хотите вы, но это наивно. Это наивно. Это в высшей степени наивно. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вам нужно вот всё-таки вести себя именно так. если вы хотите в ситуацию, ну, как-то вот максимально, да, повернуть в свою пользу. Вот. Хотя я солидарен со своими коллегами в том, что вам нужно жить отдельно. Вот. Солидарен, потому что, ну, вряд ли, ещё повторю, да, что это изменится реально. Дальше. Муж обычно на моей стороне, но тут он нейтрален. Помочь никак тут. Вот они пытаются на глупость, не глупость оправдать иногда случайностью. А как вы к этому относитесь? А как вы к этому относитесь? То есть, ну, как вы относитесь к тому, что муж, он проявляет нейтралитет? Вот. Понимаете? То есть, вы говорите, что помочь тут никак, да? А я с вами, например, не согласен с тем, что помочь тут никак. Я считаю, что тут можно помочь это решить, собственно говоря, квартирный вопрос и всё. То есть, может быть, решить это в пользу вас, может быть, решить это в пользу свекрови, но решить. Вот и всё. Вот как бы это и является помощью. Тогда не нужно будет никого оправдывать, ничего не нужно будет делать. Это с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, очень важно, чтобы вы поняли этот момент. С другой стороны, именно муж и только муж должен защищать вас перед своей мамой, потому что вы не можете, в принципе, ей высказывать претензии по поводу каких-то личностных моментов. То есть, можете, конечно, можете, но эффект от этого будет, ну, с гульки нос, потому что, ну, кто к вам будет вот прислушиваться, да, не будет к вам прислушиваться. Вы это знаете. Поэтому нейтральная позиция вашего мужа здесь, сама, мне кажется, какой-то вот деструктивной. То есть, ему не обязательно ругать свою маму, ему не обязательно её, там, обвинять, но ему, ему нужно расставить чёткие границы. То есть, мама, ты отвечаешь нам за то-то, за то-то, за то-то, мы отвечаем за то-то, за то-то, за то-то. Вот. И всё. То есть, муж, муж, он служит некой такой подушкой безопасности между вами и его мамой. Потому что только он может этой мамой совладать. Вы не можете, вы для неё чужой человек, даже если она вас, там, как-то называет, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вы для неё чужой человек, этого, ну, этого не изменить. Вот. То есть, хорошо, если она к вам относится хорошо, но по большому счёту, как бы, история вот пока. То есть, здесь позиция вашего мужа, мне кажется, весьма весьма деструктивна. Вот. Далее, вы пишите. Опишу ещё её характером. Зачем? Вот, для чего, Александра, вы бы лучше о себе побольше написали. Выходные у неё три дня подряд, вы ей завидуете. Либо она моет пол везде, не жалуется, что спина болит. Либо идёт развлекаться, и каждый день, кстати, он укладывает волосы с девяти утра до двенадцати. И что вы... и что вы... Вот какой вывод мы должны из этого сделать, Александра? Что свою кровь ведёт себя плохо. Но это оценка... Почему... Почему... Вот... Вот почему мы должны сделать вывод, что она ведёт себя плохо. Потому что вам это не нравится, например. То есть, только потому что вам это не нравится, мы должны сделать вывод, что это плохо. Но вы же понимаете, что это весьма, весьма, ну, весьма странная позиция. Я бы даже сказал, выражаясь, вот, вашими словами, что это недалёкая позиция. Считать, что Спикрос ведёт себя неправильно, да? То есть, как бы, у неё такой вот образ жизни, может быть, да? А вы, вот, считаете, что она, там, должна видеть себя по-другому. Как бы. Вот. Ну, то есть, вы-то, может быть, и правы. А толку, толку от этого что? Понимаете? Как бы толку, толку от этого никакого нет. От того, что вы так, вы так считаете. Вот. Поэтому я говорю, зачем вы описываете её характер. Вот. Далее. Мне ни разу не предложат выйти, проветриться, посидеть с ребёнком и не думать, что я могла хоть раз в месяц готовить. А почему она должна думать о Александре? Вот. Вопрос к вам, как бы, почему она должна думать об этом? Вы, вы чего-то хотите? Сами. Ну так, вам нужно взять и решить этот вопрос. Ваши обиды связаны с тем, что вы считаете, что ваше желание должна удовлетворять свекровь. Вам она должна помогать свекровь. Вот. Понимаете? Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. И должна. Но не обязана. Понимаете? Какая история. Вы. Представьте. Себе. Да. Вот. Только представьте себе. Эм. Что вы от неё ничего не ждёте. Вот. Вообще ничего от неё не ждёте. Эм. Больше. Понимаете? Вы от неё ничего не ждёте. И. Всё. По сути. И вам хорошо. Вы свободны. Эм. Дальше. Эм. Так. Значит неделю. Или больше назад она перестала пойти со мной говорить. Говорит только, когда в оцене надо узнать, что. Или когда он в оцене отвечает ей, как будто она его будет. И что? Ну. Что доказывается ребёрка всегда на испанском. Э. Это не новость. То есть вас возможно Свекров не принимает, не принимает как иностранка. Это нормально. Ээээ. Хотя может иногда и спрашивать когда он спит. И не может проснуться на её голову. Ну и. И что? Ну. Это человек старой закалки, который возможно не одобряет выбор. Эээ. своего ребёнка, ну, своего ребёнка, да, с вашего мужа. Что бы вы делали на моём месте? Вопрос не в том, что бы мы делали, но что вам нужно делать, исходя из ваших обид. Вот убрать обиды, проработать их, посмотреть, откуда они выросли, посмотреть ваше психологическое состояние сейчас, поработать с ним. И вы сами увидите, как себя вести. Почему во мне вызывает эта эмоция негодования, иногда и жуткое раздражение? Обиды, ожидания и собственные потребности, которые вы не выражаете. Вот и всё. Возможно, неадекватное подозрение своих чувств. Я не знаю, как справиться с собой. С собой не нужно справляться, нужно адекватно учиться выражать свои чувства. В этом, я думаю, мы вам можем помочь. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обратите внимание, Александра, на то, что вы о себе, именно о своих чувствах, о своих переживаниях почти ничего не говорите. Вы говорите о ребёнке, вы говорите о своём крови, вы говорите о муже, а о себе вы сказали только в конце три слова. Вот в этом и крови эта проблема. Изначально говорить нужно только о себе. То вы чувствуете к мужу, то вы чувствуете к ребёнку, то вы как вы относитесь ко всему тому, что происходит. Начиная от встречи со своим мужчиной, заканчивая тем, что сейчас происходит. Вот все эти переживания, эмоции, чувства нужно исследовать. И тогда, тогда вы увидите, как нужно себя вести именно вам, а не ориентируясь на других людей. Понимаете? Вполне возможно, что в глубине души вы обвиняете себя за такое отношение к своей крови. И от этого вам ещё хуже становится. Но обвиняяя себя, вы добиваетесь только подавления своих же чувств. Что, естественно, ни к чему хорошему не ведёт. Ещё раз. В этом всём нужно разбираться. Разбираться у обид всегда есть причина. А с самими обидами тоже нужно учиться обращаться. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.